Раз, два, три, четыре. По вторникам тут занимаются инвалиды-опортники. По четвергам незрячие и слабовидящие люди. Занятия проводит инструктор-методист третья спортшколы Олимпийского резерва. Тренировки называют спортивно-оздоровительными. Главный принцип – не навредить. Кто хочет, тот может здесь хорошую нагрузку получить. Кто-то хочет, может быть, просто, ну, какую-то гибкость, да, чтобы появилась, разработались его застаревшие суставы. То есть возраст у меня тоже в людей здесь абсолютно разный. Сейчас во дворце занимаются 20 человек с проблемами опорно-двигательного аппарата и 15 – от Федерации спорта слепых. Для них это еще и лишняя возможность собраться вместе, пообщаться. А для кого-то и практически единственное. Каждый дома может заниматься, но это дома сам по себе. Но когда в коллективе, это, во-первых, интереснее, это, во-вторых, это более получается, ну, масштабно более отдаешь себя этим занятиям. Кому-то занятия здесь помогают готовиться к соревнованиям, особенно тренажеры. Среди посетителей – участники межрегиональных параспартакиад. Достойно, достойно. Все есть, что нужно, ну, например, для развития, там, даже тех же ног. Я обычно, когда ходил, я больше качаю ноги. Это мое все, можно сказать. Николай Королев активно пользуется возможностями дворца. После трагедии 12 лет назад лишился руки и зрения. Говорит, занятия здесь стали отдушиной. У меня тут пока семь, по-моему, тренажеров, да, где-то. Ну, вот этот вот тренажер на широчайший, там, тянуть на себя, эллипсоид, беговая дорожка, на плечи, там, на ноги, вот, вверх, как бы вес поднимать. Ну, пока такие, на пресс еще. Судьба так сыграла роль такую, что вот он стал инвалидом. Мне, конечно, это было очень больно, но надо как-то входить в это. Он очень долго не принимал вот эту новую жизнь. А сейчас вот я очень радуюсь. До слез радуюсь. Потому что очень долго искали. Ходили. Ну, говорят, 500 рублей за час. Ну, это для нас очень дорого. Живем он на пенсию, я на пенсию. И вот сейчас бесплатно. Это как дар. Откуда-то богов. В соседнем зале в это время занимается Сережа. Дважды в неделю семье Небовых предоставляют большой зал для занятий на беговеле. Трехколесный велосипед без педали изготовлен по индивидуальному проекту. Деньгами помогли неравнодушные люди. Светлана надеется, что когда-нибудь тренировки перестанут быть индивидуальными. И сыну даже будет с кем соревноваться. Здесь идет очень хорошая нагрузка на мышцы спины, на руки, на ноги. Потому что люди с диагнозом детский церебральный паралич или церебральный паралич, у них, как правило, с возрастом начинает очень сильно меняться спина. То есть, ну, сколиоз появляется. Во дворце реализуют сразу несколько направлений бесплатных занятий по поручению губернатора. Есть также детские секции «Час здоровья для пенсионеров». Ну и самое главное, это, конечно, сегодня для людей с ограниченными возможностями здоровья было принято решение о том, что будут проводиться на еженедельной основе два раза занятия. Занятия проводятся с инструктором, тренером с нашей областной специализированной школы Олимпийского резерва, на базе которой располагается у нас отделение адаптивных видов спорта. Для посещения занятий необходимо состоять в Федерации спорта слепых или Федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, пройти обследование по направлению от одной из них и получить медицинский допуск. Татьяна Прокопенко, Дмитрий Добыш, телекомпания БАРС.